Продолжение следует... Какие обязательства для физических лиц? Как с ее помощью можно законно избавиться от долгов? Какие обязательства накладывает процедура банкротства на человека и что потом будет с его имуществом? Ну и напомню номер нашего телефона 236 95 37. Если у вас есть вопросы, звоните на ваши вопросы. В прямом эфире сегодня отвечает наш гость Руслан Сережединов, управляющий юридической фирмы. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Пока зрители до нас дозваниваются, давайте начнем с общего. Что такое процедура банкротства для физического лица? В каких случаях она становится действительно необходимостью? Это профилактическая процедура, вследствие которой гражданин полностью освобождается от долгов. С 2015 года у нас в России есть возможность у простых физических лиц признать себя временно несостоятельным и избавиться от финансовой нагрузки. С чего она образовывается? Если же вы потеряли работу, заболели или что-то либо произошло и ваш доход ежемесячный не позволяет покрывать ежемесячные платежи по кредитам либо каким-то другим услугам, то это уже дает знак, что необходимо искать выход. И данный выход, он имеется от нашего государства. Благодаря федерального закона 127 уже тысячи людей избавились от долгов. Ну, то есть вот слово банкротство само по себе, по мнению многих людей, оно подразумевает вообще что-то страшное, что ты лишишься всего своему имущества, что ты потом останешься ни с чем и по сути будешь начинать свою жизнь с нуля. Если мы говорим о банкротстве физических лиц, это справедливо или нет? В первую очередь закон был создан для тех граждан, которые уже остались безвыходной ситуации. Если же человек, когда не может найти другого либо какого-то выхода, то именно благодаря данного закона у него есть эта возможность. Если же говорить, что данная процедура, она страшная и название это банкротство, пугающее, то не нужно его бояться. Нужно в первую очередь узнать о данной процедуре и лучше всего проконсультироваться у экспертов, которые знают детали. Каждый гражданин не может подойти под данную процедуру. Имеется ряд людей, которые не подойдут. Имеется несколько процедур. Если же говорить в целом, данная процедура банкротства с 2002 года, тогда же у нас проходили процедуру юридические лица. То есть это уже почти 10 лет существует, 20? Да, все верно. Если же говорить про физические лица, это с 2015 года. Если говорить в Европе это более 20 лет, в США более 40 лет, данная практика практикуется. И у нас же уже она около 6 лет практикуется. И имеется уже ряд моментов, когда есть возможность и спасти имущество, сохранив его, и также при реализации имущества потерять. Вот во всех этих нюансах, в частных ситуациях наших зрителей, сегодня с вашей помощью будем разбираться. Я напомню номер нашего телефона 236-95-37. И у нас есть на сегодня первый телефонный звонок. Кстати, пока напомню, еще в соцсетях у нас тоже идет прямая трансляция. Одноклассники его ВКонтакте. Там вы тоже можете задавать свои вопросы в комментариях. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Елена. И какой у вас вопрос, Елена? Ситуация такая. Вот у нас с мужем две ипотеки. Одна на него, одна на меня. Пока мы, конечно, платим, и все хорошо. Но вот жизнь у нас такая, что мало ли платить не сможем. Решим подать на банкротство. Вот в этой ситуации у нас одну квартиру изымут в итоге? Или у каждого свои долги? Спасибо, Елена, за вопрос. Здравствуйте. Отвечу общее, чтобы было понимание у всех. Можно списать долги потребительского кредита. Кредитные карты, микрофинансовые организации, просуженные кредиты, которые имеются уже у судебных приставов. Нельзя списать административные, уголовные. Также нельзя списать алименты, как на детей и на взрослых. Если же говорить, ипотечное кредитование, это жилье, которое находится в залоге у банка. Оно в обременении. То есть пока человек не выплатил весь вот этот долг, по сути, квартира ему не принадлежит, и она его имуществом не является? Она не является его имуществом. И как только он прекратит платить по ипотечному кредитованию, банк вправе выставить эту квартиру на продажу. Если говорить, вот у них две ипотеки, в этом случае нужно чем-то жертвовать, на процедуру банкротства не стоит, вообще процедуру банкротства не стоит рассматривать, если у вас имеется только одна ипотека. В первую очередь нужно понимать, что и как будет в дальнейшем. Вот сейчас, да, очень сильно сказалось пандемия, повышение цен на услуги, на ЖКХ, на продукты и так далее. И многие граждане попали именно в эту ситуацию. И вот так же ипотечные граждане, которые взяли ипотеку в другие... Ну это просто самые такие объемные кредиты, это понятно, что больше всего людей опасения именно они вызывают. Но они, получается, не подходят под процедуру банкротства? Нет, к сожалению, нет. Они подойдут под процедуру, если тогда только они потеряют все свое имущество, именно ипотечное имущество. Если у гражданина есть единственное жилье, оно не в ипотеке, не в залоге, данное жилье всегда сохраняется за гражданином. А если есть и потребительский кредит, и ипотечный кредит, или, допустим, даже несколько там различных кредитов, да, и человек решил, ну, оказался в безвыходной действительной ситуации, подает на банкротство. Вот, получается, дальше что будет с его долгами и ипотечными, и по потребительским кредитам? Здесь произойдет каким образом? Все долги, они спишутся, но при этом потеря именно ипотечной квартиры произойдет. То есть ипотечную квартиру, однозначно, она уйдет банку? Да, все верно. Здесь же для того, чтобы эта квартира оказалась единственным жильем, ее необходимо максимально выводить. А то есть все свои силы на ипотеку. Олег Радаев пишет нам, подскажите, пожалуйста, пять лет назад я стал поручителем по кредиту, сейчас с моей зарплаты начали списывать средства, так как заемщик перестал платить по кредиту. Как мне быть в этой ситуации? Заемщика взять нечего. Могу ли я объявить себя банкротом или его, чтобы не платить? Да, конечно. Сейчас очень множество граждан, которые приходят с такой ситуацией. Это не первый человек, который был поручителем у какого-то либо третьего лица. Сейчас же людей под поручительство не берут. Но если взять 3-4 года назад, масштабно всегда выдавали кредиты потребительские, кредиты с поручителем. Да, множество компаний, индивидуальных предпринимателей просили своих сотрудников быть поручителями. И к нам приходит очень много людей, которые именно в этой ситуации. А вот что сделать? Процедуру банкротства каким-то образом навязать человеку, который не платит по кредиту, или же самому обанкротиться? Здесь есть несколько моментов. Если у человека задолжен свыше 500 тысяч, то банк вправе подать на гражданина в процедуру банкротства. Если у гражданина менее 500 тысяч, то гражданин сам вправе подать, признать себя, либо не признать. Здесь есть момент, что если имеется поручитель, банк не подаст на процедуру банкротства. Он будет тянуть деньги с поручителя? Через судебных приставов. Как это происходит? Банк подает в суд. У нас просто есть телефонный звонок. Мы вот к этому вопросу еще вернемся с вами. Просто не хочется заставлять ждать зрителя на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Лариса. Лариса, ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Я хочу узнать у Руслана, сколько стоит их услуга? Руслан, это вот закономерный, конечно, вопрос, потому что процедура банкротства, она подразумевает определенные все равно финансовые вливания. Как ни странно это звучит. Давайте разберемся в стоимости. Вообще, сколько стоит пройти процедуру банкротства? Лариса, спасибо большое за вопрос. Данная процедура, она непростая и длительная. И, естественно, за процедуру необходимо платить. В первую очередь, оплата идет судебных расходов. Из чего они состоят? 25 тысяч рублей депозитный счет арбитражного управляющего. Это третье иное лицо, независимое лицо, которое будет вести в дальнейшем процедуру. Также в среднем 15 тысяч публикация в газете «Коммерсанты» на сайте ЕФРСБ. И 300 рублей госпошлина при подаче заявления в суд. Также, помимо этого, это судебные только расходы, нужно это понимать. Есть юридические услуги. Здесь включают в работу сбор документов совместный с гражданином. Также подготовка заявлений, уведомления всех кредиторов. Далее работа уже с судом. Также, помимо этого, сопровождение в суде от начала до конца. За всю эту работу в среднем от 50 до 100 тысяч рублей. В зависимости, конечно же, какая ситуация у гражданина. Каждый гражданин, он индивидуален. Но в среднем от 50 до 100 тысяч рублей. И я скажу так, что имеются, естественно, рассрочки. Разный вид и способ платежей. Если у человека имеется данная нагрузка, и у него нет выхода, он не сможет найти большую сумму. То каждая компания, как и мы, мы идем навстречу. И подойдем индивидуально каждому гражданину. Если же он пенсионер, мы сделаем, конечно, скидку. Если это многодетная семья, естественно, так же каждая компания должна подойти разумно. Для того, чтобы из одной долговой ямы... Не загнать человека в другую. Конечно. Для того, чтобы нагрузка на него не давила еще с двух плеч. Ну вот вернемся к вопросу, который Олег задал. Ситуация, когда он является поручителем. Ему получается теперь самому подавать, то есть себя объявлять банкротом. Но тогда он рискует своим имуществом. В зависимости, какое, опять же, имущество. Если просто холодильник или, допустим, телевизор, это одно. Но если у вас имеется автомобиль, гараж, дачный участок, ипотечное кредитование, плюс отдельно своя квартира, либо дом на земле. Здесь же нужно, в первую очередь, провести экспертизу. А после донести до человека, какие есть риски в данном, именно прохождении данной процедуры. То есть, возможно, что проще все-таки заплатить вот этот долг за другого человека, чем самому проходить банкротство и лишаться своего имущества. Здесь есть такой момент, что когда вы шли поручителем, вы брали на себя ответственность. Если же тот человек, который взял денежные средства, перестал их платить, то вы обязаны их выплачивать. Но в данной процедуре необходимо, вот если же вопрос здесь, каким образом? Задать просто вопрос, это одно. Мы проводим экспертизу и анализ документов, сделок, имущества и также семейное положение. И также старая история, примерно уголовная судимость и так далее. Поэтому данный гражданин может и не подойти. Но лучше проконсультироваться, и тогда будет понятно. А он имеет право, ну вот вы говорили о том, что, допустим, банк может объявить банкротом человека-должника, а вот поручитель может объявить банкротом человека, за которого он теперь платит долг? Да, естественно, можно подать на банкротство третьего лица самостоятельно. К примеру, если расписка есть или что-то так же, да? Ну, договор поручительства. Также компания может подать. Но тогда платит тот, кто подает заявление за судебные расходы. И необходим еще также арбитражный управляющий третье иное лицо. Здесь стоит ли это того или нет? Ведь если гражданин поручитель, и он подаст на гражданина, который должен и обязан был оплачивать этот кредит, то он подаст на него на банкротство, но долг все равно останется на поручителе. Долг не уходит сразу от обеих сторон. В общем, сложная ситуация. Напомню, номер нашего телефона 236 95 37. Также вопросы вы можете задавать в социальных сетях, в комментариях под прямой трансляцией. Мы вещаем в Одноклассниках и во Вконтакте. Вот такой еще вопрос пришел к нам. Я пенсионерка, сын оформил кредит на мое имя. Обещал платить сам, но ничего не платит. В итоге банк на меня уже подает в суд. С сыном поругались, а я не знаю, что делать. Я понимаю. В первую очередь, я очень сильно расстроен, что сын так поступил со своим родным человеком. У меня просьба ко всем, да, любить своих родителей, да. Сейчас очень множество детей помогают своим родителям в данной процедуре. И также множество, кто приходит в данную ситуацию. Почему он перестал платить по этому кредиту? Ситуация может быть личная, любая, естественно. Здесь, в этой ситуации, если у гражданина имеется пенсия, то он не сможет подойти под бесплатное, упрощенное внесудебное банкротство через МФЦ. Здесь же, если проходить через судебное, сумма задолженности должна составлять от 180 тысяч рублей. Не меньше. Не менее. Поэтому здесь опять необходимо прийти, проконсультироваться и понять, что можно сделать. Я понимаю, если человек пенсионер, и пенсии не хватает, и сейчас банк подает в суд, то с пенсии имеют право удерживать до 70%. Как практика показывает, и наши, и страны, то списывают сначала полную пенсию, после обращаются к судебным приставам о том, что необходимо удерживать 50%. В зависимости, опять же, какая пенсия. Опять же, в зависимости от траты на лекарства, ЖКХ и все остальное. То есть есть возможность хотя бы, допустим, снизить сумму ежемесячного платежа? Здесь есть возможность уменьшить, если банк уже подал в суд, то судебные приставы накладывают арест и после удерживают. И здесь есть возможность уменьшить процент удержаний. Тоже, ну, это, скажем так, не самый хороший выход, но какой-то хотя бы выход. Напомню, номер нашего телефона 236 95 37. Сегодня мы говорим о процедуре банкротства физических лиц. Мы вернемся в эту студию буквально через минуту. Спонсор программы «Центр законного списания долгов». Первая консультация в подарок. Как мы создаем будущее? Что делаем? О ком заботимся? К чему тянемся? За кого держимся? Какую перепись выбираем? Хотим переписаться дома? Войти на переписной участок? Или пройти перепись на портале госуслуги.ру? Что бы мы ни выбрали, мы создаем будущее. Пройдите перепись любым удобным способом до 14 ноября. Всероссийская перепись населения. Это экспертная среда. Сегодня на ваши вопросы о процедуре банкротства физических лиц отвечает наш гость Руслан Сережединов, управляющий юридической фирмой. У нас есть телефонный звонок 236 95 37. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и какой вопрос вы хотели задать? Меня зовут Ольга. Я вот сейчас подумываю о банкротстве как раз физического лица. Но у меня такой вопрос. А что будет с кредитной историей? Она испортится или что потом вдруг понадобится кредит взять? Ольга, спасибо за вопрос. Действительно, человек прошел процедуру, ну, в какой-то момент он уступился, может быть, перебрал кредитов, может быть, у него случилось непредвиденное обстоятельство, он стал банкротом. Дальше что? Как дальше будет складываться? Ольга, здравствуйте. Спасибо за вопрос. Отвечу, как есть. На самом деле, если человек понимает, что его возможности оплачивать кредит не позволяют, то в данном случае у него происходят просрочки. При том, когда происходят просрочки, ваша кредитная история, она, естественно, портится. Имеется рейтинг, который показывает вашу возможность получения кредита. Самый высокий 800, самый низкий 300. И при каждой просрочке рейтинг у вас уменьшается. Падает, падает, падает. Падает, падает. А кредит остается на вас. Если же говорить о процедуре, то после процедуры есть ли возможность? Да, есть. Почему? Когда у вас имеется кредит, и эта нагрузка остается на вас, вы, естественно, не получите ни от одного банка одобрения. Но, когда вы обнулитесь, ведь в процедуре происходит не списание денежных средств, а аннулирование договоренностей с банком. Тот договор, который у вас был, его можно порвать и выкинуть, и забыть. Но кредитная история, она у вас уже низкая. И ее необходимо вам повышать. Так как у вас нагрузки нет на данный момент по кредитам, она будет повышаться. И практика показывает, на ипотеку, на автокредиты, как бы нет какого-то либо сопротивления. И банки идут навстречу, так как это залоговое имущество. А, и то есть вот через вот такой вот залоговый кредит можно поправить свою кредитную историю, если ты после этого будешь честно все правильно платить. Но главное, чтобы у вас не была задолженность. После процедуры вы заново восстанавливаете свою кредитную историю. Благодаря мелких покупок в виде рассрочки. Там, телефон, что-то еще. И таким образом кредитная история, она повышается, повышается, и тогда одобряемость, естественно, вернется. И банк видит, что нагрузки на вас нет. Но банк видит, что вы проходили данную процедуру. И данную процедуру нельзя пройти повторно в течение пяти лет. Но если вы первый раз пошли, не нужно наступать повторно на те же грабли. Аккуратнее с кредитами. Татьяна Хаджиева пишет нам. Здравствуйте, с работы перечисляю 50% приставом по постановлению. И со счетов списывают всю сумму, которая поступает. Что делать? Вот, к сожалению, не пишет нам зрительница размер своего долга. Мы не можем сейчас сказать, ей подходит она под процедуру банкротства или нет. Но здесь я все равно могу кое-что сказать. А исполнительное производство, в зависимости, что там именно, он может быть исполнительный лист, может быть судебный приказ. Если же судебный приказ, в зависимости от даты, есть возможность оспорить судебный приказ и его отменить. Вот это уже выход. Также есть возможность уменьшить процент снятия. То есть банкротство физических лиц, скажем так, это далеко не единственный способ, если не избавиться от долгов, то хотя бы снизить их бремя на себя. Я скажу честно, есть выход всегда, главное его найти. Очень хорошая фраза. Напомню, номер нашего телефона 236 95 37. Также свой вопрос вы можете задавать в социальных сетях, одноклассники его ВКонтакте под прямой трансляцией в комментариях. Еще один вопрос. Я многодетная мать в собственности квартира, она не в кредите. Накопила большие долги по кредитной карте и за коммуналку. Всего долгов уже под миллион. Что я могу с этим сделать и с чего мне начать? Из доходов у меня сейчас только пособие на детей. Здесь в зависимости, если говорить практику нашего региона, суд очень относится серьезно к данной процедуре. Есть разные регионы, и практика показывает разные моменты. В вашем случае у вас был доход, но дохода сейчас нет. Вы находитесь в декрете, у вас дети, на вас нагрузка увеличивается. В семьях рождается второй, третий ребенок, и тогда у каждого имеется свой прожиточный минимум, который накладывается на родителей, на отца и мать. Поэтому в первую очередь здесь вы не потеряете свою квартиру, если она не в залоге, не в ипотеке. Это точно. Следующее, имеется задолженность по ЖКК. Почему квартиру не изымают? Потому что она же в собственности, это же собственность. Собственность не реализуется в процедуре банкротства, разве нет? При реализации имущества имеется исключение. Вот именно единственное жилье остается исключением. Государство не может оставить гражданина на улице. Поэтому государство оставляет единственное жилье за человек. Тем более мать с тремя детьми. Тем более, конечно. Сейчас же, если говорить про житочный минимум 14500 на взрослого человека, также по 14500 на несовершеннолетнего ребенка, иждивенца. Эта сумма в 14200 делится на папу и маму. И нагрузка, естественно, распределяется в зависимости от дохода. Если доход фактически не позволяет покрывать прожиточный минимум каждого ребенка и себя, и помимо этого оплачивать по кредитам, здесь вы уже можете прибегнуть к данной процедуре. Напомню номер нашего телефона 236 95 37. Еще один вопрос. Вот как раз подоспел к слову о стоимости услуг на процедуру банкротства. Затрат, скажем так. А что делать, если у меня сейчас совершенно нет денег? Ни на что нет. Даже их нет для того, чтобы платить по долгам. Не то, чтобы оплатить расходы по банкротству. Какой-то замкнутый круг. Для меня банкротство – это шаг отчаяния. Я не мошенник, но где взять денег? Если бы они у меня были, я бы лучше долги погасил. Я понимаю данного гражданина. В первую очередь, во время процедуры, для того, чтобы выйти в суд, вы в течение трех месяцев не платите больше по кредитам. Ведь обоснование какое должно быть? У вас нагрузка есть, вы не можете оплачивать ежемесячные платежи. И ровно 90 дней дается для того, чтобы гражданин либо вернулся снова в свой ежемесячный платеж, в график платежей, либо смог подать заявление в суд. В любом случае, при подаче заявления в суд, необходимо оплатить судебные расходы. Иначе заявление вернется обратно, его никто не примет и номер дела не предоставит. То есть, в любом случае, человеку придется изыскать какие-то средства, я не знаю, может быть, еще раз занять у кого-то, да? Я, опять же, прибегну к практике и прибегну... Я просто вот представляю, пытаюсь найти какой-то выход из этой ситуации. Выход есть. Я человек, что сделал для того, чтобы найти этот выход? К нам приходят люди, говорят, откуда, какие деньги? А через месяц приходят и там полную оплату, все вносят и говорят, давайте, давайте, давайте. Здесь важно, что вы и какой выход вы искали. Пытались найти дополнительную работу, почасовую работу? Пытались ли вы спросить у своих близких, либо родственников? Пытались ли вы подойти к своим друзьям, товарищам? Сейчас в нашем веке многие семьи дружат. Ну, это да. И я уверен, что в семье найдется человек, который не откажет в помощи. Еще такой вопрос. Все имущество уже распродал сам, но долги еще остались и много. Зарплата у меня сейчас 20 тысяч, а долгов на 2 миллиона. Я могу подать на банкротство? Да, все верно. Если сказать здесь вот один момент. До этого доход был. При продаже имущества, денежные средства он не потратил впустую, не съездил куда-то, либо отдохнуть. А эти денежные средства ушли на погашение кредитов, но кредиты до конца не получилось погасить. То в этом случае гражданин добросовестный. Что очень важно и обязательно. Необходимо доказывать, что он добросовестный. То есть в процедуре банкротства еще нужно будет доказать, что ты пытался каким-то образом справиться со своими долгами. Ты пытался выйти из этой ситуации, ты пытался платить. Но здесь опять момент. Если сейчас доход 28 тысяч, а задолженность 2 миллиона рублей. Просто возьмите математику, 2 миллиона рублей разделите на 36 месяцев. Какой получится ежемесячный платеж? Я плохо считаю в уме. Да, я сейчас тоже ищу эфир, волнение такое. Необходимо разделить на 36 месяцев. Это судебная реструктуризация. Если вы не подходите под нее, то вы переходите на реализацию имущества на полное списание. Анулирование договоренности. А имущества нет, реализовывать нечего. Происходит просто аннулирование. И здесь добавлю, при доходе в 28 тысяч вы не сможете закрыть долг в размере 2 миллионов за 36 месяцев. Поэтому вы подойдете под процедуру. Естественно, будет ряд уточняющих вопросов, касающие личности. И после будет понятно, подойдет он или нет. Вот такой вопрос про банкротство индивидуального предпринимателя. Можно ли сохранить машину, если я на ней сейчас зарабатываю? Это мой единственный источник дохода. Вообще, кстати, индивидуальные предприниматели, они подходят под банкротство физических лиц? Или они уже банкротятся как юридические лица? ИП, индивидуальный предприниматель, он относится как юридическое лицо. Но в нашем случае мы его можем взять как физическое лицо при закрытии его ИП. А после, пройдя процедуру, он заново сможет открыть свое ИП. Скажу, как происходит цепочка. Если у вас сейчас имеется ООО, при закрытии ООО вы пройдете как физическое лицо данную процедуру, но вы в течение трех лет не сможете открыть свою компанию ООО, АОО. Запрещает закон, да? Запрещает. Если же говорить индивидуальный предприниматель, он вправе закрыть это очень быстро. После пройти как физическое лицо процедуру и хоть на следующий день после определения снова открыть свое дело. При пандемии пострадал очень сильно малый и средний бизнес. И они, естественно, обратились в данной ситуации и к нам, и к многим другим. И выход, он есть, опять же, и в этих случаях. То есть через процедуру банкротства можно каким-то образом поправить свои дела. А вот скажите, какие вообще ограничения на банкрота накладывает эта процедура? Вот у нас зрители спрашивают, правда ли, что могут запретить выезд за границу? Это неправда, это миф. Я много раз об этом говорю, многие сомневаются в этом. Многие прибегают к процедуре банкротства в связи с тем, что не могут уехать себе в ближайшую родину. Армения, Белоруссия, Украина. Ведь у нас страна бывшая СССР, и многие хотели бы к себе выехать домой, к родителям, особенно в пандемию. А у кого-то бывает, что и работа связана с какими-то... А если имеется задолженность, и она просужена, то имеются аресты, которые не позволяют вылет за границу. Но при процедуре банкротства, после первого судебного заседания, все аресты снимаются, и гражданин вправе вылететь. Да, вот мы лично запрещаем вылететь в Таиланд, в Турцию и так далее. Но полет к себе на родину, к родителям... То есть могут, скажем так, ограничить вылет за границу, то есть по необходимости вот туда-туда-туда-туда лететь? Закон не запрещает. Ну, то есть на отдых ты полететь не можешь? Но добросовестность и практика региона, ее необходимо учитывать. То есть если, допустим, в судебном заседании выяснится, что человеку сняли все ограничения, он радостно тут же слетал за границу куда-нибудь отдохнуть, да? Есть риск быть признанным банкротом, но остаться при долгах. А, такой риск тоже имеется? Конечно. А в каких случаях это случается? Есть преднамеренное, фиктивное банкротство. Чем оно отличается? Преднамеренное в один день пойти, взять три кредита и после пойти на банкротство. Это преднамеренное. А фиктивное у вас есть возможности, но вы специально намеренно не хотите платить по данным кредитам. Здесь очень нужно подходить с умом. Очень хорошая фраза. Ко всему нужно подходить с умом, особенно когда ты берешь кредиты. Спасибо большое, Руслан, что пришли. Сегодня отвечали на вопросы наши зрители. И вам спасибо. И спасибо телезрителям за вопросы. Рад всегда рассказать. Я открыт и готов помочь. Спасибо и вам за хорошее время. В следующую среду снова увидимся. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»